Кровь для детей, пострадавших в ДТП, сдавали сегодня москвичи в донорских пунктах столицы. Акция «Донор», организованная благотворительным фондом имени Наташи Ядыкиной, прошла на станции переливания крови на Беговой. Параллельно эта акция стартовала у нас в Алтайском крае, где зарегистрирован наш фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП имени Натальи Ядыкиной. Акция в Алтайском крае уже практически на сегодняшний день завершилась, пришло около 50 человек, желающих сдать кровь для нуждающихся детей. В Москве акция завершится завтра, и мы узнаем о количестве участников ее только завтра. Проблема детского дорожно-транспортного травматизма очень остро стоит в России. С начала 2011 года произошло более 8 тысяч аварий с участием несовершеннолетних. Погибли 347 детей, около 9 тысяч ребят ранены. Сдавать кровь для пострадавших ребятишек пришли молодые сотрудники ГИБДД и активисты молодой гвардии «Единой России». Фонд поддержки детей, попавших в ДТП, предложил нам поучаствовать в их акции и стать донорами для пострадавших детей. Ведь каждая капля крови может стать спасительной для детей, попавших в страшные аварии. Донора в России постоянно не хватает. Немногие находят время дойти до станции переливания крови, но даже среди тех, кто пришел сдавать кровь, жесткий отбор. Медицинское обследование, анализы и только потом направление на сдачу. Каждый донор, независимо от того, будь то первичный донор, либо он уже пришел второй раз, третий, или он регулярно сдает кровь, каждый раз он проходит полное медицинское обследование, которое включает в себя клинический анализ крови на определение уровня гемоглобина, кел, резус, принадлежности, полный осмотр медицинского врача-специалиста, врача-трансфизиолога, который взвешивает донора, измеряет артериальное давление, частоту пульса, задает какие-то наводящие вопросы, то есть изучает анкету, которую донор заполняет при регистрации, затем смотрит на результаты проведенного клинического анализа, на результаты своего медицинского осмотра, заполненный донором анкеты, и уже определяет, годен данный человек для того, чтобы быть донором, либо дает ему отвод, временный или абсолютный. Каждый день на двух станциях переливания крови в Москве принимают 400 доноров. Кто-то сдает кровь безвозмездно, кто-то за деньги, но каждая капля крови донора бесценна, ведь она спасает чью-то жизнь.